Эфир продолжит сюжет самого горячего участка войны, это Донецкого фронта. Там украинские войска уже который месяц мужественно борются с захватчиками, держатся и обещают стоять до последнего. Репортаж из гущи боев за свободу далее в нашем эфире. Донецкая область. Многие города здесь разрушены, дороги заполнены разбитой техникой, а земля изъедена воронками от взрывов и снарядов. Регион исчерчен линиями окопов и траншеи. Все в огне и дыме после воздушных атак россиян. Мужество защитников Украины просто поражает. Их дроны постоянно летают. По тому, как происходят эти прилеты, можно понять, насколько все хаотично. Они не жалеют ни снарядов, ни мин. В некоторых местах бои идут очень плотные. Много близкого контакта. Они подползают, пользуясь рельефом местности или какими-то строениями. Они подползают, бросают гранаты. Мы их выбрасываем. Мы тоже бросаем в них гранаты. И таких атак россиян приходится отбивать по несколько в день. Иногда, впрочем, и украинцам удается оттеснять противника. Мы стоим до последнего. А когда позиции обнаруживаются, артиллерия работает. А потом уже идут те люди, которые уже умеют все. Знают. Двойками, тройками идут. Видно по их перемещению, как они четко работают. Базируются украинские солдаты в основном в лесу, чтобы избежать обстрелов населенных пунктов. У Российской Федерации здесь много артиллерии. Из-за этого очень трудно нам перемещаться. Рафат и Николай защищали Украину еще до полномасштабного вторжения путинских войск. Успели изучить противника. Они не такие точные. Они просто стреляют квадратами. Выбрали и бьют. Мы можем сделать три или пять выстрелов и поразить цель. Так что мы лучше по точности и качеству. Главное, говорят солдаты, вовремя получать припасы и оружие. В начале осени нам обещали британские 105-мм гаубицы L-118. Мы были готовы их получить. Мы ждали тогда и ждем сейчас. Получить их – это было бы здорово. Если с боекомплектом будет порядок, это ускорит украинскую победу, освобождение земель от российских захватчиков.